Так, продолжение учебного занятия, тема подсечки. Алексей Борисович рассказывает, как наиболее эффективно обучать и проводить эту технику. Он отчагивает, он сначала отчагивает слабой ногой, а потом убирает рабочую ногу. И вот это получается тот же самый, перестагной шаг. Вот она пошла, она разгрузилась, он сам ее разгрузил. И я потом туда езжу. Пробуем? Первый номер. Алексей Борисович, хотелось бы узнать у вас вот эта техника подсечек. Андрея Алексеевича Супаченко. Ну что я могу еще сказать? Да. Значит, это школа Андрея Алексеевича Супаченко. Динамовская, да, стопроцентная школа, полностью от него перенятая, основанная именно на чувствительности. Не какие-то там, ну как сказать, силовые воздействия, а именно чувство центра тяжести партнера. Вот мы вчера с вами разговаривали, прошлую нашу тренировку, по поводу того, как эта техника, ну, временной отрезок обучаемости этой техники. То есть, детям рано, сразу говорю, ну, вот даже вот эти дети, которые сейчас здесь, им рано, они не понимают. Ну, где-то 13-14 лет, вот ее, ну, на мой взгляд, я считаю, что нужно понимать, ну, давать, потому что вот к этому времени уже люди, ну, которые, ну, там, уже какие-то корпусные воски умеют делать, уже знают, что такое центр тяжести, и они могут понять, вот это, научиться чувствовать. А, хорошо, допустим, ну, в более раннем возрасте какие-то вот просто, как подготовительные упражнения. Да, шабарай, ну, самый первый бросок у нас, вы же знаете, вот этот пояс, да, шабарай. Такая подсечка. То есть, в принципе, в детском возрасте тоже можно давать, как... Можно давать, но она не, ну, она будет, так, техника, как показательная, но... Не как соревновательная. Не как соревновательная, да. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok